И в продолжении темы. Процесс цифровизации очень важен для коммунальной отрасли. Она позволит улучшить коммунальные сети, сделать их более рентабельными, привлечь региональные и федеральные инвестиции. Такого мнения придерживается доцент кафедры автомобильной дороги Уфимского государственного нефтяного технического университета. Для того, чтобы правильно проложить инженерные коммуникации, специалистам необходима картина местности. В этой работе могут помочь беспилотные летательные аппараты, которые создают подробный план на основе данных топографии, геодезии и так далее. При ремонте мы закрываем задвижки, возникают локальные давления, труб рвутся. То есть изменяется поток распределения и проблема вылезает в виде утечек. Соответственно, необходимо рассчитывать наши коммунальные системы под всякие режимы. Они могут быть режимы ГОИЧС, связанные с авариями, режимы при замене, при ремонте наших коммуникаций, прокладка новых коммуникаций, подключение новых зданий и так далее. По словам ученых, это касается и инженерных коммуникаций, дорог, зданий и сооружений. На сегодня есть много проблем, связанных с мониторингом. Беспилотники помогают их решать. К примеру, не так давно их начали использовать для обнаружения незаконной добычи золота. При этом отрасль создания беспилотных летательных аппаратов пока еще сталкивается с импортозависимостью, юридическими вопросами и нехваткой кадров. Как отметил заведующий кафедрой кадастро недвижимости геодезии Башкирского аграрного университета Марат Ишбулатов, эти проблемы постепенно решаются. В частности, что касается подготовки кадров, в вузах и колледжах появились профильные факультеты. Также создаются коммерческие курсы. Продолжение следует...